За 8 месяцев этого года управлением МВД России по Одинцовскому городскому округу зарегистрировано 149 преступлений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как не стать жертвой преступников? Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии начальник следственного управления МВД, подполковник юстиции Евгений Анатольевич Таргашов. Здравствуйте. Добрый вечер. А я призываю телезрителей звонить и задавать свои вопросы гостю в студии. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Евгений Анатольевич, ну кажется, очень много говорили о всевозможных способах мошенничества. Стало ли случаев меньше? Вот 149 это больше, меньше? К сожалению, статистика такова, что с каждым, наверное, годом, последние два, наверное, возьмем, не забегая куда-то глубоко. Но с каждым годом статистика такова, что преступления данного вида, они только увеличиваются. Несмотря на проводимые массовые профилактические мероприятия, сейчас на каждом столбу можно увидеть, что ни в коем случае нельзя что делать. Продолжает набирать обороты эта категория преступлений. И действительно мы регистрируем рост указанных преступлений. Как вы думаете, почему мошенники становятся более изощренными? Или, может быть, люди думают, что, ну вот со мной такого точно произойти не может? Здесь однозначно ответа на этот вопрос нет, потому что любителей легких денег у нас в нашей стране, да и в мире в целом всегда хватало. Поэтому, конечно, к сожалению, современность диктует нам определенные правила. И, к сожалению, ряд людей этих правил придерживаются не совсем в русле закона. И поэтому профилируются под мошенников, осваивают определенные психологические уловки и обманывают людей, получают деньги. Это легкий способ, я подчеркну, это легкий способ отъема денег у населения. Вот так, пока без особых подробностей. Какие схемы сейчас наиболее популярны у мошенников? Схем масса на самом деле. Если мы об этом сегодня с вами будем говорить и обсуждать каждую, то нам времени не хватит. Самые популярные все-таки предлагаю чуть позже обсудить. Да, мы обсудим, безусловно, остановлюсь на, наверное, наиболее часто встречающихся в нашей практике. Поэтому схем существует действительно множество. Различные схемы, то есть дистанционное мошенничество, оно подразумевает собой что? Что жертва и злоумышленник, они не взаимодействуют тактильно. То есть они не встречаются, не здороваются за руку, не пьют чашку кофе и не ведут диалог. То есть это происходит именно дистанционно, когда вам на мобильный телефон поступает звонок, либо там приходит сообщение, либо это вам приходит ссылка куда-то на электронную почту. И вы, соответственно, заинтересовавшись предоставленной вам информацией, либо встревожившись полученной информацией, начинаете действовать по алгоритму, предлагаемым мошенникам. И, соответственно, в конечном итоге лишаетесь своих сближений. А вот так, скажем, типичный портрет мошенника. Кто это? Типичный портрет, тоже мне однократно об этом говорил, это человек, безусловно, имеющий тонкую психологию, разбирающийся в психологии человека. То есть мошенники и психологи, наверное, знак равно поставил бы я, потому что, не зная психологии и поведения человека, в разных ситуациях по-разному, соответственно, действуют. Если, например, пожилая категория людей, молодежь, активная часть населения и так далее, то есть люди быстро умеют перестраиваться и находить общий какой-то знаменатель, общий диалог, общую тему. И устанавливают психологический контакт с потенциальной жертвой. Соответственно, после чего уже, я говорю, опять происходит все по алгоритму, и человек лишает свой день. Одинцовские полицейские провели уличную акцию «Осторожно! Мошенники». Жители предупредили о новых способах обмана. Мы узнали, чем они опасны. Внимание на экран. Каждый раз мошенники придумывают новые способы обмана. Например, со вчерашнего вечера мне стали поступать следующие сообщения, что крупному супермаркету исполняется 30 лет, и я могу получить подарок в 10 тысяч рублей, если заполню анкету. Естественно, никаких подарков нет, и неизвестно, куда попадут мои личные данные. Никакие анкеты заполнять ни в коем случае нельзя, говорят сотрудники полиции. Любую информацию можно и нужно проверять на официальных сайтах магазинов. В ходе профилактической акции «Осторожно! Мошенники» жители Одинцова предупредили о своего рода инновациях в этой сфере. «Поясняю, что с вашего счета пытаются снять денежные средства мошенники, и вам, чтобы обезопасить их, нужно куда-то их либо перевести, либо также снять и через бангомат обратно куда-то положить уже на их счет. Вот, поэтому близким с вами передайте, сами почитайте, там, пожилым людям». «Да, это будет интересно, потому что маме так же звонили». Фальшивые звонки из банков, от сотрудников правоохранительных органов, соцзащиты, с неизвестных номеров, с просьбой выполнить денежные переводы в последнее время участились. Специалисты уверяют, такие учреждения не будут связываться с вами без официального уведомления. Злоумышленники придумывают новые различные схемы, формы хищения денежных средств. Граждан, полиция обращается к жителям нашего Одинцовского городского округа. Будьте внимательны, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть управления. Или звоните по телефону 8-495-593-10-62, 593-20-65, 02 или 112. В прямом эфире у ТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы гостю в студии. Вот недалее, как сегодня, одному из наших операторов поступил звонок схем традиционно «Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка». Всегда ли в такой ситуации звонят мошенники, как понять, что диалог стоит прекращать, ну и что делать, если вдруг пообщаться хочется, а с деньгами расставаться не очень? Ну, ответ на этот вопрос, наверное, мне кажется, весьма прост. Первое. Когда звонят сотрудники безопасности любого банка, они никогда, ни в коем случае не будут у вас получать вашу персональную информацию, то есть ваши персональные данные. Не будут спрашивать номер карты, не будут спрашивать специальный код на оборотной стороне карты, не будут уточнять, какая сумма денежных средств находится у вас на карте, потому что все эти типичные вопросы, которые я перечислил, задают, обязательно мошенники представляют сотрудникам банка под предлогами различными. Ваша карта заблокирована, пытаются снять деньги, кто-то пытается оформить кредит и так далее. То есть различных масс предлогов, под которыми ваши мошенники будут пытаться вас обдурачить. Ну, есть еще одна популярная схема – звонок из правоохранительных органов. Там, например, в вашем отношении возбуждается какое-то дело, но мы с вами сможем договориться, поэтому вот сейчас мы вам все расскажем. Что делать в такой ситуации? Ситуация стрессовая. Люди, как правило, теряются, ну и, соответственно, получается то, что получается. Основными жертвами преступлений, именно указанного способа, являются пожилые граждане, это, могу сказать, 100% руководствовая статистикой. Поэтому действительно доводится до человека информация о том, что его близкий родственник, сын, дочь, внук попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. Наиболее частый способ – это попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. И для того, чтобы не дать правоохранителям эту ситуацию развить, возбудить уголовное дело, требуется перевести в срочном порядке денежные средства в качестве компенсации пострадавшего за причиненный вред, загладить причиненный вред, соответственно, этим. И в обязательном порядке денежные средства должны будут передаваться через следователя, либо там и новое должностное лицо, ведущее так называемое расследование. В ходе диалога очень часто используется практика, когда звонок, скажем так, переадресовывается из одной службы в другую. То есть, подождите секундочку, сейчас с вами будет разговаривать следователь Иванов. Я вас переключаю. Здравствуйте, я Иванов Иван Иванович, следователь. Занимаюсь. То есть, действительно, рядом со мной тут представитель потерпевшего. Нужно решать вопрос, давайте и так далее. Там, секундочку, сейчас с вами будет разговаривать ФСБ. Они тоже как-то подключились к этому вопросу. То есть, вот создают видимость, скажем так, коллективной какой-то работы, которую показывают часто по телевизору в сериалах, но далеко от практики. Поэтому люди начинают верить. Начинают верить, назначают им встречи. Приезжает зачастую неосведомленная машина такси, используемая в качестве курьера. Люди выходят, в мешочки отдают свои сбережения. Машина уезжает, за ней встречаются умышленники за поворотом. Ну и забирают, соответственно. Тут, наверное, главное помнить, что правоохранительные органы так не работают. Вот как вы сказали, это в сериалах бывает, а в жизни не бывает. Я сказал, что так работают правоохранительные органы в сериалах. Но это, говорю, далеко от реальности. То есть, мы так не работаем. Вот что делать, если звонят? Единственный вариант – это не вести диалог, просто повесить трубку, или позвонить в правоохранительные органы. Что делать? Ну, здесь я всегда говорю, что повышенная бдительность, она еще никому не навредила ни разу. То есть, если вам звонят, и вы понимаете, что какие-то задают вам неудобные вопросы, либо вы хоть там на секунду усомнились, а еще проще ничего не мешает вам сказать, «Ребят, я сейчас занят, мне неудобно разговаривать, дайте мне до минуты, мы чуть позже с вами созвонимся». Если это действительно сотрудники банка, они будут вам сами предлагать удобное для вас время звонка, и, соответственно, ничто не мешает вам после того, как вы положили трубочку, взять свою банковскую карту и на обратной стороне посмотреть телефон горячей линии, связаться с банком и сказать, «Вот сегодня, 15 минут назад мне звонили ваши сотрудники безопасности, довели мне вот такую информацию». И все, соответственно, с вами уже действительно настоящие сотрудники банка в ходе разговора уточнят все моменты, и вы сможете установить, действительно ли какие-то сложности возникли, либо это просто очередная уловка мошенников. А если говорить о мошенничестве в интернете, то какие схемы сейчас популярны там? Самая популярная схема в интернете – это сайты, которые предлагают различные товары и услуги. Не буду сейчас их перечислять, все мы их прекрасно знаем. Поэтому простая схема. Человек видит объявление о продаже того или иного товара, либо выставляет, наоборот, сам этот товар. Вам также поступает звонок, и смешная схема, но она работает. Когда вам звонят и говорят, «Слушайте, нам понравилась там ваша шуба, которая выставлена на продажу, мы готовы вам сейчас внести там предоплату за нее, только вы снимите объявление, и мы его заберем». И говорят, «Давайте, хорошо, тысяча рублей». Например, «Окей, переведу». Только продиктуйте номер вашей карточки, и вот на обратной стороне тоже три циферки. И мы сейчас сразу же не заберем, у нас еще перевод. Человек диктует без задней мысли, и, соответственно, мошенники пользуются этим, снимают все сбережения, хранящиеся на вашем банковском счете. Насколько я понимаю, еще популярна схема с начислением различных пособий, связанная с госуслугами. И много всевозможной рекламы в интернете по этому поводу ходят. Да, это тоже есть, имеет место быть. Сейчас одним из новых, скажем так, видов появилась именно проблема, связанная с вашим личным кабинетом на госуслугах. Соответственно, поступает вам ссылка на вашу электронную почту, что ваш, например, кабинет заблокированный, или какие-то требуются уточнения, либо вас открепили от поликлиники, зайдите на госуслуги. Вот как раз хотела про эту схему спросить. Да, вас открепили от поликлиники, вам необходимо зайти на госуслуги, вы заходите на сайт, скажем так, дублирующий, то есть он внешне может быть весьма схожим с оригиналом, но это будет совершенно другой сайт. Вы заходите на этот сайт, выводят свои персональные данные, которые также могут использовать мошенники для совершения вас преступлений. Вопрос, конечно, такой более философский, но ведь прикрепление к поликлинике – это всегда бесплатно. Как люди умудряются поверить в то, что за это нужно заплатить? Ну, потому что, мне кажется, мы сейчас живем в таком обществе, что за все приходится платить, поэтому, наверное, по умолчанию все думают, что эта услуга какая-то платная и соглашаются с ней. При этом там не требуют особо больших денег, но задача мошенников, говорю, получить любыми способами ваши персональные данные, которые можно использовать в будущем для совершения преступлений. Вы несколько раз сказали, что чаще всего жертвой этой схемы становятся пожилые люди. Вот можно ли утверждать, что телефонные звонки больше рассчитаны на пожилых людей, мошенничество в интернете для более молодых представителей нашей страны? Или тут возраст совершенно не играет никакой роли? Нет, возраст играет, действительно играет. Я говорю, руководство всегда статистикой. То есть звонки действительно расчет на все-таки людей пожилых, которым доводится информация, которым привычно общаться именно с данным средством связи. У них нет социальных сетей, нет электронной почты. И вряд ли пенсионер с преклонным возрастом сможет разобраться в предлагаемых ему ссылках и каким-то образом осуществить какие-то операции по переводу. Все же, действительно, интернет рассчитан на более активную часть населения, молодежь, социальные сети те же самые и так далее. Все-таки здесь можно разграничить, что действительно телефонные звонки пожилые, интернет все-таки моложе. А я хочу заметить, что обманывают не только физических лиц, но и юридических. Подделка денег, иллюзия оплаты покупки и другие мошеннические схемы. Одинцовские предприниматели рассказали, с какими уловками аферистов сталкиваются ежедневно и о том, как они с ними борются. Давайте послушаем. Подделка денег, иллюзия оплаты покупки в сфере торговли регулярно сталкиваются с разными видами мошенничества. Отдел Виктории не раз посещали любители легкой наживы. Они работали в паре и старались умело запутать продавца, рассказывает предприниматель. Дайте вот это, нет, дайте, значит, другое. Сначала вот такого плана путаница идет. Стараются любыми путями отвлечь внимание, вывести на эмоции. Допустим, то баночка не та, то товар не тот. Аферисты умело отвлекают продавца, а дальше ловкость рук. Обман происходит и в кафе. Главное – долго искать сдачу, и если бариста удалось отвлечь, купюра убирается обратно в кошелек. У нас были такие случаи. Один раз сотрудник попался на эту уловку, и дважды мы уже предотвращали такие случаи. То есть запись, видео, техника, там все прослеживается идеально. Единственное, что людей сложно идентифицировать, потому что сейчас масочный режим. Еще одна распространенная схема – мошенники, представляясь сотрудниками общественных организаций, указывают на якобы выявленные нарушения. И предлагают продавцам решить вопрос на месте. Самое главное в любых таких ситуациях непонятных не бояться обращаться в администрацию. При необходимости администрации вызовет сотрудника полиции, участкового, который расскажет, как поступать в таких обстоятельствах. А здесь самое страшное, что вот эти мошенники, они являются довольно хорошими психологами. И даже если у человека не было ни нарушения, ничего, они ему расскажут такого, что просто волосы встают дыбом. За первое полугодие этого года в Одинцовском округе зарегистрировано 630 фактов мошенничества в отношении граждан. Сотрудники полиции рекомендуют быть максимально бдительными и сразу же обращаться в правоохранительные органы. Злоумышленники придумывают новые различные схемы, формы хищения денежных средств. Граждан, полиция обращается к жителям нашего Одинцовского городского округа. Будьте внимательны. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть управления. Или звоните по телефону 8-495-593-1062-593-2065-02-112. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы. Вот вопрос такой, может быть, не совсем корректный. Вот каким мошенникам приходится сложнее? Тем, которые вот так с глазу на глаз пытаются у Бориса 100 рублей истощить? Или тем, кто в интернете пытается стащить сразу и у многих? Однозначно отвечаю на этот вопрос, что прямой контакт, недистанционный прямой контакт, это гораздо сложнее. То есть тут нужно проявить максимальный актерский талант, все имеющиеся психологические уловки. Почему сложнее? Потому что жертва в любой момент может потребовать от вас какую-то уточняющую информацию. Будете представляться сотрудником социальной какой-то службы, и вам скажете, слушайте, все здорово, а есть удостоверение. Все, у вас, ваш план рухнул. Будете представлять сотрудником газовой службы, то есть есть удостоверение, план рухнул. Не переставите сотрудником полиции, сотрудником ФСБ. То есть все на этом как бы бороться. Нет, можно, конечно, усложнить. Они идут и на такие уловки, как изготавливают поддельные удостоверения и прочее. Это уже другая статья. Да, это другая статья. Это более затратная. То есть все идут по пути на меньшее сопротивление. Для того, чтобы... То есть нужно понимать, как стоит игра свеч. Поэтому если вы пойдете обманывать Бориста на 100 рублей, вряд ли вы будете заказывать удостоверение сотрудников ФСБ за 20 тысяч рублей. Я не знаю, где они продаются и как они их достают. Просто привожу пример. Поэтому личное общение – это гораздо сложнее, однозначно сложнее. И эти мошенники – они просто талантливые люди, актеры. Ну, еще хочется верить, что вот так с глазу на глаз ты же видишь, вот он, живой человек. Может быть, какое-то чувство жалости в мошенниках. Но теоретически может проснуться. Или мошенник – это вот исключительно стопроцентный расчет и ничего более. Никакой жалости. Посмотрите, пострадавшие – это кто? Пенсионеры, малые имущие люди, инвалиды и прочее. То есть разные категории людей, у которых, можно сказать, мошенники реально забирают последнее. То есть о каком вообще можно там, о какой совести, о какой жалости можно вести диалог, когда люди забирают последнее. Считаю, что так делать нельзя. Безусловно, так делать нельзя. Поэтому хочется обратиться к мошенникам. Конечно, так не делать, но вряд ли они нас с вами послушают. А насколько тяжело такие преступления раскрывать? Ну, все преступления раскрываются одинаково тяжело. То есть фактически люди сами отдали. Вот тут вот тяжело. Да, люди отдали сами. Никто их не вынуждает. Долу пистолет к риску не представляет. Существует определенная схема раскрытия любой категории преступления, любого вида преступлений. Поэтому я, к сожалению, не могу о них вам поведать. По понятным причинам. По понятным причинам, да. Но могу сказать, что действительно требует много усилий, рассказайте, о данных преступлений. Но еще, возможно, в силу некоторых, скажем так, просчетов, может быть, в информационном обеспечении, где-то в информационном взаимодействии с банками и так далее. Но все эти вопросы на сегодняшний день регулируются. Нашим ведомством регулируются. И совместно с коммерческими организациями прорабатываются вопросы. Поэтому мошенникам я могу сказать, что с каждым месяцем, с каждым днем все сложнее и сложнее будет уйти от уколовой ответственности. То есть сейчас как-то все-таки им удается уйти от ответственности. Но я говорю, с каждым днем и с каждым месяцем, с каждым годом, в силу того, что мы не стоим на месте, мы так же, как и они, развиваемся, внедряем новые технологии, им будет гораздо сложнее уйти от ответственности. Поэтому скоро мы их всех привлечем и победимы преступности. Мошенники, это же ведь, наверное, да, не какие-то единичные люди, которые вот решили, сегодня выйду в интернет и всех обманул. Наверное, это прямо какие-то, может быть, компании такие, организованные группы. Здесь разная бывает ситуация. Конечно, есть организованные, безусловно, группы со своим колл-центром, со своим коучем, который обучает, как разговаривать с людьми, как входить в психологический контакт. Соответственно, то есть различные способы и формы подготовки. Есть также обычные, скажем так, самого движенца, который взял и решил попробовать. Выставил объявление на Авито и обманул человека. А потом начал... Понравилось, понял, что работает. Понравилось, начал дальше. То есть нет конкретики, что там вот именно все мошенники, вот они объединились в какую-то касту и все между собой общались. А вот как мошенники выбирают своих жертв? Они берут количество, то есть максимальное количество звонков, например, в течение дня или все-таки какой-то другой подход к этому? Тут тоже разные ситуации в зависимости от, скажем так, информационной разведки, которую проводят мошенники. То есть в зависимости от тех данных, которыми они располагают относительно своей жертвы потенциальной. Это может быть конкретное лицо, это может быть неопределенный круг людей. В таком случае, если круг людей неопределен, то мошенники просто берут количество, справочник и поочередно каждый номер начинает прозванивать до тех пор, пока не поймут, что на конце провода пожилой человек, которого можно соответственно попытаться... Вот она, потенциальная жертва. Да, вот она, потенциальная жертва. Поэтому здесь различные, говорю опять-таки, способы. Либо конкретно на конкретное лицо, либо, соответственно, неопределенный круг. В Одинцово подвели итоги конкурса «Осторожно, мошенники». Призеры и победители в номинациях «Социальный видеоролик» и «Рисунок» получили дипломы и подарки от организаторов. Давайте посмотрим, какие работы ребята приготовили конкурсу. В Одинцовской библиотеке номер один победители конкурса «Осторожно, мошенники» в номинациях «Социальный видеоролик» и «Рисунок». Организаторами конкурса выступили управление МВД и образование совместно с общественной палатой округа. Это была общая инициатива совместная для того, чтобы дети приняли участие, показали свои творческие способности, свои творческие направленности. И тем самым таким образом мы говорим тоже о мошенничестве, всем своим близким, всем своим родным. Поэтому берегите себя. Участниками конкурса стали школьники с 8 по 10 классы. Достойных работ поступило немало, поэтому экспертный совет не ограничился тройкой лидеров в каждой номинации. Заслуженные награды вручили 10 учащимся. Сделать ролик, на мой взгляд, сложнее, чем сделать рисунки. Хотя и рисунки тоже сложно, потому что я не умею рисовать вообще. А тут у нас были очень профессиональные с точки зрения техники выполнения работы. И, честно говоря, по идеям и по каким-то задумкам тоже очень интересные. Восьмиклассница Алина представила на конкурс яркий и образный рисунок. Изобразила виртуальных мошенников в виде цыганки. Тема оказалась девочке интересна, да и рисовать она любит, занимается с педагогом. Победа стала сюрпризом и порадовала юную художницу. Я очень рада и благодарна всем, что приняли меня в конкурсе и что я вышла победителем. Этот актуальный ролик из подручных средств, бумаги и цветных фломастеров смастерили ученицы Старогородковской школы. Даша руководила процессом, Алена фотографировала. Остальные ребята помогали вырезать фигурки. Нам очень понравилась вообще идея этой работы, потому что мы ее придумали. Увидели лист бумаги, карандаши и мы решили придумать именно эту идею. Нам возбрела это в голову, поэтому нам очень понравилась своя работа. Мы не ожидали, что мы займем вообще какое-то место. Мы делали, потому что хотели показать младшим классам, как опасно бывает лазить в интернете. А дополнительным бонусом для победителей в номинации «Социальный видеоролик» станет трансляция конкурсной работы в эфире нашего телеканала. Ребята постарались на славу. Действительно, работа получилась очень яркая, живая. Она небольшая, но емкая. И рассказывает все просто и доступно. Не попадитесь в сети мошенников. Будьте осторожны. Три образовательных учреждения – Одинцовская гимназия номер 14, Старогородковская и Лесногородская школы – за активное участие в конкурсе были отмечены благодарностями начальника окружного управления ОМВД Алексея Школкина. В этом году конкурс провели впервые, но организаторы уверены, что он станет традиционным. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. Евгений Анатольевич, вот такой замечательный конкурс провели среди детей. Вот насколько это, по вашему мнению, эффективный мир профилактики? Я считаю так, что любая профилактика, она эффективна в той или иной мере. Поэтому мы занимаемся на сегодняшний день очень активно, в том числе и сейчас с вами. Поэтому любая профилактика – агитационная, наглядная документация, щиты, баннеры, билборды, всё что угодно, расклейки на подъездах, газетах, журналах и так далее. Всё это, безусловно, должно в головах людей откладываться и призывать их к тому, как не надо действовать, как вести себя с мошенниками. Вот предлагаю немножко подытожить. Мы сегодня говорили много, но тем не менее, да, лучше ещё раз повторим, вдруг кого-нибудь убережем. Что нужно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников? Вот такие ключевые советы. Сейчас часто по телевизору и по радио говорят, что нужно сделать, чтобы победить коронавирус. Коллективный иммунитет нас спасёт коллективный иммунитет, а в случае с мошенниками нас спасёт коллективный разум. То есть, как только мы начнём все проявлять определённую бдительность, можете даже сказать, недоверчивость определённую к получаемой из различных источников информации, то поверьте мне, что гораздо сложнее мошенникам будет совершать в отношении граждан преступления. Поэтому бдительность, разум, информационное обеспечение относительно этого вопроса, информирование, назовём вот так, населения. И таким образом мы сможем, ну, по крайней мере, снизить точно. Ну и, наверное, что ещё, что может поспособствовать, это, наверное, изменения какие-то в законодательстве относительно, ну, это моё личное сугубо мнение, относительно, скажем, наказания за указанный вид преступления. Я считаю, что если, например, ужесточить, то и, скорее всего, желание у мошенников поубавится совершить указанные преступления. Все за и против взвесят и, наверное, оценят адекватно ситуацию, что, может быть, лучше пойти и поработать. Я думаю, да. И будет, в общем-то, всем счастье. Вот, кстати говоря, вам звонили мошенники? Звонили мошенники, да, действительно звонили. И не раз звонили. Ничего не получилось, слава богу. Значит, ваш совет работает. В силу своей профессии, то есть наша, так называемая, недоверчивость, скептичность, она у нас уже внутри. И поэтому мы любую получаемую информацию, мы сразу начинаем перепроверять уже в голове. То есть, поэтому обмануть милиционера, наверное, крайне сложно полицейского. Поэтому будьте как полицейские. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...